Приветствую всех любителей бисероплетения! Сегодня снова с вами Ольга Кожакару. И я наконец-то получила долгожданную и несчастную посылку, какую я, в принципе, ждала больше, чем полтора месяца. Она была выслана 12 или 14 числа декабря. И я вот только-только её получила. Какие она прошла испытания? Конечно, я не знаю, где её столько перебрасывали. Но, наконец-то, я получила её. Я заказывала в этот раз много гранёных бусин разных цветов, оттенков. И так как мои запасы, в принципе, уже заканчиваются, я всё-таки использую в своих работах очень много таких гранёных бусин. Хочу поделиться с вами то, что я приобрела, и то, из чего мы будем делать с вами новые работы. Конечно, не знаю, насколько эти товары ещё присутствуют. Я, когда буду вам выставлять ссылочки, я, в принципе, проверю на сайте, если есть ещё эти товары. Поэтому выставлю ссылки только на те товары, какие ещё есть в наличии. Итак, мы посмотрим с вами. Ну так, это, как всегда, в каждой посылочке есть какой-то подарочек, несколько бусинок. И вот хочу теперь с вами поделиться, какие же я приобрела гранёные бусины. Вот такие гранёные бусины, красивые, шикарные. Это у нас 3 миллиметра, это вот 4 миллиметра. Такие бусины, вот я хочу их всё-таки из пакетиков вытащить, чтобы вы увидели, какие красивые цвета. Это такой серый, шикарный цвет. Красивый, шикарный, серый цвет. Это вот оливковый цвет. И ещё с напылением таким немножечко есть. Вот, я не знаю, насколько вам передаёт экран, насколько они красивые всё-таки, эти бусины. И вот такие бусинки восковые. Тоже очень красивый цвет. Я думаю, что к каким-то вот кабошонам или в комбинации с другими вот бусинами, кристаллами опалового цвета будет шикарно смотреться. Это то, что вот 4 миллиметра, какие я приобрела, красивые бусины. Красивые бусинки такие. И хотела, конечно, чтобы у меня в таких же цветах были и мелкие бусины. Поэтому кое-что я нашла, но не всё. Так как хочется иногда в работах использовать бусины одного цвета или хотя бы оттенка одного. Вот у меня бусины 3 миллиметра. 3 миллиметра. Я не буду каждый раз высыпать их из пакетиков. Надеюсь, что вам видно, насколько они красивые, эти бусинки. Их уходит, в принципе, каждый раз много. Но в каждом пакетике по 100 вы можете рассчитывать на свои работы, знать, что вот, в принципе, вот эти бусинки всегда идут по 100 штук в одной упаковочке. По 100 штук. Вот в этих упаковочках тоже по 100 штук. 100, 100 и 100. Ну, что ещё здесь у меня? У меня здесь есть, ну, просто шикарные такие бусины. Это просто... Я ни разу их не брала ещё. Ну, вот такие крупные бусины. Вы посмотрите, насколько они красивые. И я взяла двух цветов. Двух цветов. У них размер 13 на 9, по-моему. Вот такие шикарные бусины. Вы посмотрите просто, насколько они красивы. Насколько они красивы, эти бусины. Ну, если делать какой-то жгут на браслет или жгут даже на шею, это просто будет шикарное украшение с такими бусинами. И их есть в наличии разные цвета. Вы, конечно, по своему вкусу можете выбирать, но я вам дам ссылочки на то, что я приобрела. Это что касается вот таких бусин. Бусин и жемчужин. Вот я приобрела. Это культивированный натуральный пресноводный жемчуг в форме риса. Так написано. Я склоняюсь больше думать, что это как оливки, но написано в форме риса. Вот посмотрите, это натуральный жемчуг. Я сказала, что у них появился в наличии жемчуг культивированный, натуральный пресноводный. И вот я приобрела, в принципе, вот такой красивый жемчуг. Конечно, к жемчугу не надо сильно много чего-то добавлять, но я думаю, какие-то очень простые сережки мы с вами сделаем с использованием жемчуга. И, возможно, даже мы соединим с белым жемчугом, который мы с вами смотрели в прошлый раз. Ну, в этот раз я приобрела и вот такие бусины. Ну, написано кинжал, кинжал граненый, если на русский язык переводить, вот кинжал граненый. Вот такие бусины. Очень много изделий в интернете, я думаю, вы можете найти с бусинами именно в таком вот стиле. И я думаю, что не только молодежь может себе позволить, но и люди постарше могут позволить украшения. Смотря как оформить вот эту бусину, можно позволить себе такие украшения носить. Также вот мини-кинжал. Вот такие вот красивые бусинки. Их можно использовать вместо... Если вы помните, мы с вами делали некоторые изделия с использованием бусин сола. Ну, это немножечко другое. Они похожи по форме своей надагеры, но очень меленькие. Вот такие меленькие. И написано название мини-кинжал. Ну, я думаю, что мы с вами сделаем что-то очень красивое. Что-то очень красивое. И что еще у меня есть? Вот такие бусины чечевицы. Меня просто цвет, конечно, этот заинтриговал. Вот посмотрите, насколько они красивые. Они не отполированные. И поэтому вот интересно так они смотрятся. Я думаю, что будет очень оригинальным украшением вот именно с такими бусинами. Их в упаковочке 40 штук. И кто желает, можете приобретать заранее. Я думаю, что эти бусины будут раскупаться. Ну, я купила еще вот такие лепесточки красные. Мы в прошлой посылочке получили немножечко другого цвета. Но мы будем их смешивать и делать украшения с использованием таких лепесточков в комбинации с лепестками другого цвета. Их в упаковке у нас 60 штук. 60 лепесточков. Я когда-то покупала у них тоже вот такие вот бусины, колечки. Использовала нечасто. Но сейчас вот у меня возникла идея по тому, как можно все-таки вот эти колечки еще в изделии использовать. Вы посмотрите. Вот такой цвет я интересный выбрала. Он двухсторонний. То есть бусина это двухсторонняя. С одной стороны она черного цвета. С другой стороны вот такого бронзового. Медного. Не бронзового, а медного цвета. Очень красивые колечки. И их у нас в упаковке 40 штук. И последнее, что я еще приобрела, вот такие бусины. Я их тоже один раз уже покупала, но немножечко в другом оттенке, конечно. И бусины мне эти в работах понравились. Очень интересные. Хотя, конечно, с ними что-то сложное, какие-то вещи сделать достаточно сложно. Ну, во всяком случае, для меня. Может быть, кто больше работает с такого рода материалами, не так сложно, может быть, что-то придумать. Но вот, по крайней мере, задумка у меня есть для таких материалов. И поэтому я их приобрела. Итак, это то, что я получила в этой посылке, которую ждала еще месяц назад. И уже не надеялась ее получить. Даже посылка не отслеживалась. Но все-таки вот она пришла в конце концов. И я надеюсь, что эти товары еще есть в наличии. И если вам что-то понравилось из этого, и вы будете ждать мастер-класс именно с этими материалами, то ссылочки вы можете найти под этим видео. Всего вам доброго и успехов в творчестве!